Так, ребят, нет времени объяснять, сейчас 7.30 утра, я на Бали, это мой новый влог, и я опаздываю на серфинг. С остальным я думаю, что мы сможем разобраться на протяжении сегодняшнего дня, потому что иначе я пропущу все волны. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Что бы я посоветовала тому, кто приехал? Ну, мечтаю давно приехать на Бали, вот он уже типа сейчас посмотрит такой блог, вдохновится. Какое-то предостережение или рекомендации, или совет. На самом деле мне нужно, я сама еще себя чувствую, будто бы в режиме такого исследователя Бали, мне сложно еще давать советы. Мне кажется, правильно выбрать зону Бали, которая подошла бы под цель человека, особенно если человек не будет байк. Но ты тоже думала, я думаю насчет байка, и я такая такая, нет, байк! Если бы мне раньше сказали, что я буду сама водить байк и добираться до разных частей острова самостоятельно на вот этом виде транспорта, я бы, наверное, я бы поверила, но все равно оставалась бы с такой долей скептицизма, что я реально чувствовала бы себя комфортно и реально хорошо бы водила. Например, тот факт, что на Бали левосторонние движения, а я знаю только правосторонние. И то знаю, потому что сдавала экзамен, но не потому что я водитель со стажем, как бы. Дальше это, опять же, новый вид транспорта. То, как устроен байк, мне было вообще непонятно так же, как было непонятно, как устроена машина еще полтора года назад. Ну ладно, почти два года назад. Но есть еще один пункт, который я считаю, наверное, самым главным. Это правила на Бали. А точнее вопрос, есть ли здесь правила? С таким вопросом я приехала на этот остров и забронировала первые три урока байка. То есть я пошла прям учиться вождению байка ответственно. Каждый урок длился часа два, три, первый вообще, по-моему, четыре часа. Мы просто объезжали там разные фигурки, которые выставлял мой инструктор, чтобы я умела как-то чувствовать байк, чувствовать его наклоны. Не так, чтобы каждый наклон заканчивался тем, что я лежу на асфальте. Ну, а тебе было страшно учиться поднимем байк? Я когда приехала, я такая говорю, ни за что я не сяду на байк. И у меня было убеждение, что я теперь никогда не стану водителем. И для меня даже само по себе не то, чтобы учиться байк водить было огромным достижением в жизни, а достижением, что я участник дорожного движения. Да, когда ты пешеход, ты тоже участник, но тут для меня это было супер. Я прям такая просыпалась утром, не то, что типа я прыгну на байк, я такая, я буду на дорогах. И я дальнобойщик. Да, может, я стала попробовать? То есть первые полгода я типа нет, нет, нет. И потом просто в один день ехала и такая, типа, хочу попробовать. И все, я начала учиться. Когда я пришла на первое занятие, у меня был один главный вопрос. Товарищ инструктор, объясните, пожалуйста, какие главные правила есть на Бали? Мне это было важно, потому что я человек, который сдавал на права в Германии. А чтобы сдать на права в Германии, нужно все правила знать. Нужно знать, как дышать за рулем, потому что даже это спрашивают и проверяют на экзамене. И мой инструктор так снисходительно посмотрел на меня, такой, ааа, она только приехала, видимо. Говорит, Алин, на Бали нет правил. Каждый ездит в силу своих способностей, как и технических, так и интеллектуальных. И этот ответ был немного пугающим, потому что на Бали, как мне кажется, царит на дорогах такая фраза, как гармония хаоса. Я ездила со многими людьми, то есть можно ездить как пассажир на байке. Я ездила в байк-такси, я бы не знала этого без информации, не будучи на Бали. Я ездила на байк-такси, я ездила с кучей разных людей. Мне со всеми ездить... Ой, сейчас, секунду. Я аж вспомнила, аж плохо стало. Мне со всеми было ездить тревожно. Все будто бы не так ездили, как я бы ездила сейчас в этой вот дорожной ситуации. Но Маша, мне кажется, ты единственный человек, с которым я на пассажирском сидении чувствую себя безопасно. Которым я могу релсы смотреть. Да, я смотрю релсы, я что-то делаю, там вообще свое. А с другими я вот на стройме еду, то есть я прям еду, я вправо, влево. И хоть я не супер-байк-драйвер пока что, но опыта у меня не так много, пару месяцев. Я себя чувствую безопаснее сама с собой, нежели с другими людьми. Не считайте меня. Я ездила с теми, кого я близко знаю, у меня по одной седине, по одной седой полотене с каждой боецей. Меня теперь разобирал мой серф-учитель. Забирал на байке. Боже, я жалела всю дорогу. Это было так плохо и так страшно. Он так быстро ездил. У него еще нет... Зеркал. Зеркал. И меня очень смущает, когда нет зеркал у того, кто за рулем. Ну, как бы, тогда тем более нужно стараться, как бы, там, атмосферку читать. Меня больше смущают не те, у кого нет зеркала, а те, у кого есть зеркала, и они вот так, типа, на себя повернута одно. Одно вообще отвернуто. На себя. Это я. Честно, как бы селви-тайм. Я вызвала пару дней назад байк комфорт. Ну, типа, это круче байки, чем какие-то разваленные. Это просто байки неразваленные. Это просто звучит, типа, я вызвала такси комфорт, а это просто, как бы, неубитый жизнью байк на самом деле. И он приезжает, мы едем, а у него, в принципе, вместо зеркала пустота. Значит, вот там есть, как бы, рамка для зеркал. Я такая, блин, не комфорт, ясно, честно. А пробки есть сейчас? Почему? Ну, видишь, вот сюда поставим. А. Нам туда. Head south. Then, make a U-turn. I'll take you away to where the sun shines. So bright, so bright. You can sit right at the stars at night, at night. You can tell me anything you like. I'll take you away to where the sun shines. So bright, so bright. You can sit right at the stars at night, at night. You can tell me anything you like. И так, первая задача после серфинга приеду домой. Нужно смыть весь цинк с лица, все СПФ, потому что, насколько я знаю, если ты его не смываешь в течение, я не знаю, одного количества времени, может быть, часа, твоя кожа очень порчится, поэтому будем смывать. А еще у нас есть локальная шутка с моим серф-тичером и с фотографом, что я всегда что-то забываю после серф-урока. Вот реально не бывает такого, чтобы я уехала, и такая, все классно, ничего не забыла. И сегодня, во-первых, я когда переодевалась, делала вам эту сцену в туалете с открытой дверью, закрытой дверью, я забыла после того, как переодела свой серф-костюм, что мои вещи, в которых я была изначально, они остались в туалете на вешалке там. И когда я пришла переодеваться после серфинга, я поняла, что у меня вообще нет в моей сумке моих вещей, и не в чем ехать обратно. И я шла, искала стафф-уборщицу этого туалета, чтобы она сказала, не видела ли она мои вещи, и она такая, да-да-да, в общем, отдали мне то, что принадлежит хозяину. И я уже смеялась с того, что как бы все, как обычно, ничего нового. И после этого мы делали серф-анализ, смотрели мои видео, и я положила свой серф-костюм сзади себя, чтобы, когда я решила уходить, я оглянулась назад, забрала его в пакетик и уехала домой. Этого не случилось, конечно же, вы уже можете понять, что моя стратегия как бы снова не сработала. Я уехала без своего серф-костюма, и я уже 10 минут как еду и понимаю, что это уже просто embarrassing, типа это уже не смешно, это стыдно. Сегодня за рулем я была около двух часов, либо полтора часа, и из них это все время было на солнце. И я прям в процессе, я помню, стояла в пробке, я достаю свой SPF, думаю, пожалуйста, красный свет, гори побольше. Обычно как бы это не моя первая мысль, когда я за рулем, но я такая, пожалуйста, красный, красный, держись. Я беру и на себя выливаю кучу SPF, рядом, да, дозит, засмотрит на меня, подумает, господи, кто понаехал, здесь вообще какие-то непонятные люди. И я вся белая в этом SPF, я его мажу, и вижу, что уже мигает на желтый, скоро будет зеленый, а у меня все руки в SPF, я держу SPF, я на байке пытаюсь держаться. И в общем, я себя мазала, потому что я понимала, что если я не на мафос, я приеду просто как рак, красная, и мне тоже не хотелось, короче, свою кожу так мучить. Поэтому очень много экшена сегодня было, ребята. И я как только думаю о том, что через какое-то время у меня не будет океана где-то под рукой, и я не смогу взять доску и пойти на волны и практиковаться дальше, только от одной мысли мне буквально хочется плакать. И чтобы вы понимали, я серфлю буквально несколько месяцев, и мой опыт, он начался и закончился вот тем фильмом, который я снимала, который есть у меня на канале. И если бы не фильм, если бы я не загорелась идеей, посмотрев другой документальный фильм про серфинг, и не отправилась в Португалию снимать про этот вид спорта, о котором я ничего вообще не знала, если бы не мое ощущение, моя интуиция пойти в это, я бы сейчас тоже не серфила, потому что это не было бы чем-то, что я знаю, чем-то, что я понимаю, чем-то, с чем я могу себя будто бы ассоциировать. И это очень странное чувство. Мне кажется, что благодаря серфингу я очень, очень выросла по многим критериям, что абсолютно удивительно для меня, что я говорю такие слова про спорт, про какой-то вид спорта, но настолько и духовно меня вдохновляет серфинг, сколько я получаю каких-то, не знаю, мыслей интересных, каких-то пониманий себя в ситуациях, в которых я не была ранее. Насколько я работаю по-новому с эмоциями, когда, допустим, мы в океане, и мне страшно, либо я чувствую себя неуверенно, либо я себя сравниваю с другими, вот у тех получается, серфить у меня не получается. И в чем, мне кажется, главный парадокс этого вида спорта? Каждую свою серф-сессию я пополняю список того, что я не умею. То есть будто бы этот спорт приглашает тебя просто в какой-то мир неуверенности в себе, потому что, казалось бы, ну не может быть такого длинного списка того, что я не умею. Ну это невозможно. Но каждый раз, выходя из океана, едя домой, едя домой на байке, я понимаю, что и тут мы не очень. То есть настолько много вещей, которым ты должен постоянно обучаться в этом виде спорта. Настолько серфинг требует перманентного процесса изучения поворотов, изучения того, как двигается твое тело, изучение волн, изучение конкретных точек, где какой ветер, куча тонкостей. На своих первых уроках я поняла, что у меня очень слабые руки. Потом я поняла, что я не умею грести. Потом я поняла, что я не умею вставать. Потом я поняла, что у меня плохо все с балансом. Потом я поняла, что я не умею справляться с паникой и страхом, когда на меня идет огромная волна, и я не понимаю, что мне делать, и я просто теряюсь, либо меня волна накрывает, И я из-за паники быстрее теряю кислород, чем могла бы Ну, в общем, столько вещей, где я такая, вау, я не думала, что я вообще ничего в этой жизни не умею Я уже серфлю регулярно пару месяцев И вчера снова в очередной раз я поняла, что я что-то не умею на своей последней сессии Я, оказывается, очень плохо ныряю Казалось бы, боже мой, ну нырять-то там зачем? Но нужно нырять под волны Когда огромная волна идет на тебя, и ты не собираешься ее серфить У нас такое было вчера, и это было, на самом деле, совсем не смешно Но я уже привыкла, что смеяться, в принципе, там особо не приходится В общем, идет огромная волна на всех нас А мы сидим на лайнапе, там, где мы ожидаем волну Все серферы, ну, человек 10, наверное И я слышу, один серф-коуч кричит нам всем Аут! Аут! Это типа плывите в океан, плывите на эту волну, пока она не дошла до вас И она вас всех не накрыла, чтобы вы просто все вместе унеслись к берегу И я понимаю, что если серф-коуч это кричит, а он очень редко кричит, то там просто капец И я поворачиваюсь к океану, смотрю на эту волну и понимаю, что это точно аут! Правильное, в принципе, слово подобрано вообще в языке серфинга для таких ситуаций И я грибу к этой волне, понимаю, что у меня до сих пор руки на самом деле очень слабые, сравнивая с реальными серферами И я грибу к этой волне и понимаю, что Алина, не догребешь! Греби уже себе что-то просто под себя! И она идет прямо на меня, а у меня такая доска, которая еще не профессиональная То есть у меня средняя по размеру доска, есть прям очень большие доски, есть средние, есть очень маленькие То есть чем лучше ты серфишь, тем меньше у тебя доска И с такими волнами можно справляться, серфя на маленькой доске Потому что ты делаешь маневр, где ты, по сути, с доской ныряешь под волну И волна тебя не забирает, то есть вот волна огромная идет, а ты делаешь duck dive, так это называется, под эту волну со своей доской А у меня такая доска, что я не смогу вообще под эту волну там ничего сделать, максимум не могу перевернуться Видите мою голубую доску? Вот я делаю переворот, почти получается, в принципе получилось, нормально Но на таких волнах переворотик не поможет С такими волнами, если ты перевернешься, вот волна идет, а ты такой, перевернусь Меня не видно, меня не видно, волны нет Эта волна тебя просто заберет, и вы вместе с пеной пойдете на берег И это может быть очень страшно, и дыхания может не хватать У меня такое было пару раз, когда это было прям критично Короче, я не понимала, что мне делать, она уже наближалась ко мне Я видела ее габариты, и в таких случаях в моей ситуации нужно просто кидать доску Убедиться, что сзади никого нет, и нырять под эту волну самостоятельно без доски Но тебе нужно нырнуть по-настоящему глубоко Тебе нужно нырнуть не так, что ты просто плаваешь, а прям сделать это качественно А я никогда в жизни не ныряла и не славилась тем, что я умею это делать То есть, ну максимум... Короче, я не умею И в этот момент я поплатилась за все свои неумения нырять, потому что я прям попыталась Прям в глубь этой волны нырнуть, но я осталась на поверхности То есть, я думаю, моя задняя часть тела сразу всплыла просто И меня эта волна забрала с собой И это было прям страшно, потому что я наглоталась воды У меня вода была в ушах, мне просто промывку мозгов, мне кажется, эта волна сделала Забрала меня с собой, возможно, секунд ну 7 максимум я не могла сделать вдох Я была под водой, под волной Но эти секунды ощущаются не так, как я бы могла задержать дыхание сейчас Я могу задержать дыхание хоть на 30 секунд Но когда ты в панике, и когда тебя вот так вот во все стороны Конечно, тебе сложнее держать равновесие душевное Вот, и не использовать свой кислород, который там где-то остался еще в легких Когда я прилечу в Германию, я точно буду думать над тем, что вообще делать со своей жизнью Потому что, опять же, ощутив свой контакт с этим видом спорта Я понимаю, что мне нужно связывать свою жизнь с океаном каким-то образом Хотя бы какую-то ее большую часть Пускай не все, если я не могу сейчас переехать куда-то полноценно к океану Но, в общем, это, да, тема, на которой нужно думать Но то, что я ощущаю, это что-то абсолютно уникальное, потрясающее Я просто влюбилась в серфинг Вот влюбилась Вот понимаете, когда влюбляешься, и у тебя трепет внутри У тебя бабочки в животе Ты не можешь дождаться следующей встречи Вот у меня это с серфингом роман случился В который я хочу, чтобы перерос в семью, в любовь Так что нужно будет работать над этим Субтитры создавал DimaTorzok